Старшиня облвыконкам Анатолий Лис провел в Пинску выездный прием грамадян. Большость проблем, с якими звернулись пинчуки, до керавника областной выконаучшей улады удалось вырошить на месте. На протягу Амаль 4-1 керавник в области, разом с представниками мясцовой выконаучшей улады, шукали шляхи вырошения проблем, с якими звернулись на прием жихары столицы Полесья. Что ж не покоить пинчуков. Вартад значит, что Амаль все пытания, с якими звернулись грамадяне, а их было 11, носили приватный характер. Так жильцы приватного дома по улице Полночной скарделися на отсутность тротуара. И по их словах, не о зручности, связанные с этим, можно вырошить только усталевание бордюра. Увы, неку одразу под час приема пытание знайшло шляхи поспехового вырошения. Есть предложение со стороны школы, со стороны школы, это более высокая сторона, как раз, в принципе, чуть-чуть даже дальше вашего дома, мы со стороны школы сделаем тротуарную дорожку. Так, мы давайте так договоримся, тем более, если там школа, значит, вот давайте мы 1 сентября, значит, и вы помогите. И это небольшие тут деньги, вы посмотрите, дайте, значит, сколько там надо. В школе давайте сделаем. Договорились? Значит, а вы помогите финансово. Ну, будет там, наверное, 100 миллионов, я думаю, стоит это, да? Вот это так примерно. Но я думаю, вы не вернетесь тут ближайшие несколько лет к этой проблеме. Две пенчанки пришли с проблемой дренного стану жилья. 100-годовый дом, у яким они проживаются, носит статус историко-культурной каштонности. И, по словах женщин, умовы проживания у им за всем не отповидают нормам. Протекает. У меня только начинается дождь, у меня бедствие. Все течет по стене, по углу, все течет в углу. И хотя дом, у яким проживаются женщины, находится у приватной властности, тем не меньше и у этой ситуации были дадены конкретные пропоновые тлумачения. С надеей станучи вырешить проблему обдавництва канализационной системы в приватном секторе, однако из микрорайонов города звернулся и еще один жихар столицы Полесья. А гульными намаганиями вращение было знайдено и тут. А кроме жилево-коммунальных, турбу из пеншиков и проблемы доброго порадкования, экологии, ведения предприимальницкой деятельности. Однако, все повинно рабиться по закону, а приимальное решение знайсти за уседы можно. Есть более сложные, на долгую перспективу есть. Попроще вопросы, которые можно быстро решить, только не говорили. Тоже устройство дорожки и так далее. С одной стороны, вроде бы и нужно, и она необходима. А с другой стороны, если будем реконструкцию вести и потом снимать ее, то уже не по хозяйству. Ну, наверное, в связи с тем, что это не на один год она будет сделана, то я думаю, что за это время она, значит, отслужит в свой срок и даст пользу людям. Мария Кобец, Людмила Салзин, Александр Дьяченко. Областные новины. Пинск.